Так, ребятки, всем здорова, меня зовут Максим, но вы можете меня сегодня назвать усатый прохиндей, потому что я спросил, один видосик нужен по всем акциям, или, ну, хотелось бы, чтобы побыстрее было и несколько видосиков, да, сделаем по акциям, потому что на этой профилактике ввелось их очень много. Люди сказали, выкатывай один, а я решил, что я буду выкатывать несколько, ну, потому что, как минимум, ну, непонятно, когда будет весь этот объем информации иного и выложен, и, возможно, только завтра мы описание некоторых акций увидим, поэтому давайте, в общем, посмотрим то, что уже нам иного рассказала, показала все, как работает, да, я думаю, это будет оптимально, тем более так будет больше просмотров, а я просмотры очень люблю. Первое, значит, это не акция, это у нас на постоянке будет работать, это новый рейд клана, подземелья кланы, то, что теперь в патчноуте у нас будет навсегда. В общем, из одного клана от 15 до 40 людей, да, 40 людей это максимальное количество людей в одном клане, который может состоять, заходит в инсту, значит, ежедневно туда можно заходить, получается, и до 180 минут в день там можно проводить. Вот, значит, залетаем сначала от чела в Адене рядом с фонтаном и перемещаемся, получается, в Колизей, там стоит еще один НПС, который нас отправляет уже непосредственно убивать мобов, и еще будет один НПС, который после убийства мобов появится, чтобы нам выйти из этого данжа. В общем, вот этот вот НПС в Колизее нас будет отправлять к одному из четырех боссов, значит, первый боссик это он будет в лагере орков Турек, ну, загон, короче, да, на орках, то, что называется. Его нужно подводить к синим факелам и отводить от красных, чтобы он не получал усиление, таким образом его можно будет побить. Вот, значит, а, и зовут его Турек, а давайте посмотрим, что с него вообще падает, с него что-то присваивается только, и все. Очень интересно, конечно, посмотреть, что там по дропу с них, да. Вот, далее, значит, у нас вот такая вот Кукабара, второй из четырех боссов, она будет перемещаться по локации очень быстро, шустро, нужно для нее с Хрючевом открывать вот такие вот штучки, разбивать, чтобы она к ним подходила, и можно будет ее забивать, в общем, пока она кормится, получается, да. Ну, да, вот, дальше у нас Стальная Цитадель, и здесь, значит, боссика пока убиваете, к нему будут еще взрывающиеся мобы подтягиваться, нужно их убивать оперативно, чтобы они вас не взрывали, да, и они еще, если будут в большом количестве присутствовать, они будут также усилять босса, поэтому просто бьем боссика, попутно очень внимательно истребляем мобчиков, которые там появляются, вот, и тут, кстати, тоже можно будет попробовать посмотреть, что с него падает, тут вообще ничего про дроп неизвестно, ладно, вот, ну и в Саду Властителя еще будет такой вот посланник Родин Анас, его нужно просто быстро убивать, потому что вокруг него появляются хилы, которые его бафают, с ними ничего не сделать, просто его конкретно нужно убивать, вот, чем вы успешнее справляетесь с этими мобами, тем выше ваш клан в рейтинге, значит, успешных зачищальщиков этого рейда, в зависимости от места в рейтинге по итогам недели, да, вы будете получать билеты в подземелье клана, с помощью этих билетов можно будет дополнительно заходить еще либо в обычное подземелье, либо в особое подземелье, обычное подземелье, это обычные вот эти вот Ирбэшки, да, то есть Ангел-Жрец Баюма, тут, значит, всякое ядро, Орфены, Закины, с помощью усиленных, соответственно, на хаотические версии этих мобчиков еще можно залетать, вот, и Баюма, и Бессмертного Баюма также можно будет убивать, ну, и с них, насколько я понимаю, дроп уже как раз-таки, да, будет поинтереснее, то есть фишка в чем, фармим беспонтовых вот этих мобчиков, чтобы забраться выше в рейтинге, да, ежедневно их фармим, я не знаю, от чего количество очков будет, да, то есть если два клана походили одинаково ежедневно на каждого из предложенных мобов, кто из них окажется сверху и почему, может быть, нужно больше народу туда затаскивать, да, чтобы у каждого там какие-то задания выполнялись, может быть, еще что-то, в общем, этот вопрос пока что непонятен, но так или иначе все это мероприятие по большому счету делается, во-первых, ради выполнения еженедельной миссии, во-вторых, для того, чтобы забирать билетики, тратя которые можно будет ходить, в общем-то, на инстансы с уже гораздо более интересными мобами, в общем, хорошая приколюха для активных каких-то кланов с игроками со средним бустом, можно будет потестить все это дело со временем, посмотреть какой там реально профит за неделю, как добиваться топовых мест и так далее, можете написать об этом в комментариях, и я попробую залететь своей основой в какой-нибудь клан и в течение недели активно позаниматься фармом вот таких вот РБшчик и выкатить вам отчет. Далее, ребята, у нас в виде ивента, ребят, идет набор Рыцаря Смерти, здесь тоже есть интересная всякая штучка, чтобы ее поразглядывать, это у нас, значит, во-первых, за 20 тысяч монет тенге можно забрать две коробки, значит, с экипировкой Рыцаря Смерти, и по тысяче еще отдельные купоны, которые присутствуют в этом наборе, но купоны можно безлимитно набирать, эту штуку можно набирать только две штуки на весь аккаунт. Давайте посмотрим. За 20 тысяч тенге нам, значит, предоставляется набор обновления Рыцаря Смерти, в нем купон на смену класса, аж даже если вы возьмете по фуллу, у вас будет сразу два купона смены класса, интересно, зачем. Вот, также пять купонов на создание кровавого меча Закина, пять купонов на создание набора доспехов ледяного кристалла вверх и вниз, вот, купоны на четырехзвездную книжку и купоны, соответственно, на двух- и трехзвездные книжки. Посмотрим. В общем, если вы захотите скрафтить меч Закина, сразу понимаете, да, что даже плюс пятый меч Закина, вот, в общем-то, вряд ли с этих пяти купонов зайдет, которые у вас предложены в этом наборе, да и пятый меч Закина, кому он вообще нужен, даже седьмой он нафиг никому не уперся, даже седьмой незапечатанный нафиг никому не уперся, честно говоря, меч Закина, это непонятно для чего сделанный итем на сегодняшний день в игре, он бесполезный, вот, потому что там меч льда одноручный на плюс пять, он гораздо вкуснее, по-моему, чем седьмой меч Закина, и гораздо дешевле и доступнее. Вот, дальше, значит, наборы, опять же, ледяного кристалла, то есть плюс пятый, его можно и так купить на рынке, он особо ничего не стоит и верх, и низ. Плюс седьмой с такой вероятностью, опять же, идите в жопу, никакого смысла в этом нету, да и опять же, кому нужен седьмой, он легче с рынка его просто взять, гораздо легче. Вот, и самый главный скам, это, конечно же, купон на создание книг, напоминаю, у нас пять штучек таких дастся из набора за 20 тысяч тенге, вот, и того вероятность полтора процента, что вы вытащите одну из четырех звездных нужных книжек на Рыцаря Смерти. Я посчитал, чтобы забрать вот эту книжку, вам понадобится примерно 120, ну, до 130 коробок, то ли 123 у меня получилось, то ли 128, ну, разница не то, чтобы прям супер большая, но эта книжка, она столько не стоит, я думаю, что попозже будут другие ивенты, где можно будет гораздо дешевле эту книжку себе заполучить. Про получение книжки вот этой я вообще ничего не говорю, потому что по-хорошему это выходит примерно в 400 коробок, да, но с другой стороны, пока что это единственный вариант ее получить, поэтому смотрите сами, да, то есть, разумеется, это уже идет не с вот этого вот набора, а забирайте купоны вот по 3000, которые не ограничены. В общем, здесь что-то вытащить нереально, да, то есть, за разумный ценник и за такие бабки лучше не брать никакие из этих итемов. Здесь что-то вытащить более реально, но зачем это делать, если оно есть свободно на рынке, ну, а это совсем беспонтовая фигня, я так скажу. Вот, ну, соответственно, купон на книги заклинания 1, 2 и 3 звездные можно просто напрямую обменять, и все, то есть, вот этот вот весь набор, это какая-то махинация жесткая, здесь вообще ничего из этого, даже шейху, мне кажется, тут нечего ловить абсолютно, разве что прям сегодня прям сходу кто-то захочет себе сделать типа 2 4-звездные книжки на персонажа, но, как по мне, бредятина полнейшая абсолютно, ради того, чтобы недельку побегать типа единственным с 4-звездной книжкой, фигня, просто фигня. Вот, и полный печать и сундук пока что, да, там нам затащили, это вот такие вот белые коробочки стандартные, гарантированно из каждой будет по одной печати выпадать, и, соответственно, еще плюс какой-то дроп из них тоже идет, но дроп беспонтовый, разве что вот талисман Бенира, да, падает в количестве одной штуки в количестве 1000 штук, вот, в количестве 500 штук почему-то меньше вероятности упадения, чем количество 1000 штук, непонятно. Вот, потому что, по идее, снизу вверх у нас вероятность будет увеличиваться. Все остальное, хлам полный, ничего прикольного в этих коробках, как по мне, нету. Если вам нужно набрать печати, ребята, набирайте их тупо из коробок по, ну, где на 8000 алмонет можно 240, короче, таких брать, там коробки, а, ну, я могу вам, в принципе, наверное, в клиенте показать. В общем, ради печати, как по мне, нужно набирать вот такие вот коробки, да, то есть это 250 за одну коробку, и эта вкуснота просто нереальнейшая, никакие белые коробки с их говнодропом никогда с этим делом не сравняться. Вот, но здесь у нас еще есть особое создание, и давайте на него посмотрим повнимательнее. Можно посоздавать ледяное оружие, 0,9% за 279 печати герана, это сверхдорого, это оверпрайс дичайший, честно говоря, за такую цену никакая пушка льда вам столько преимущества не даст. Но можно плюс седьмые поделать РБшные именно пушки, да, то есть рапира Фариэль, мы помним, что РБшная, она гораздо вкуснее, чем рапира льда, допустим, да. Вот, кинжал Баюма, опять же, в том числе и единички силы дает, поэтому не вижу смысла, да, сильно прям как-то переплачивать. Забираем, в общем, отсюда седьмую пушку РБшную, и, как по мне, вот это вот гораздо более реалистичная штука, да, потому что на одну коробку, грубо говоря, практически 5 траев мы можем сделать, а 5 траев это уже 9% вероятности, что мы заберем, а это всего лишь одна коробка. В общем, отсюда еще куда не шло забирать седьмые пушки. Ну, опять же, смотрите, возможно, нужная вам седьмая пушка, она вполне себе валяется на рынке, или какая-нибудь альтернатива классная, да. Вот, ну, особые там всякие доспехи тоже не вижу смысла комментировать особо. Лед это оверпрайз жуткий, а обычные там льда, молнии и огненного рыцаря, по-моему, можно забрать седьмые с рынка и особо тоже не запариваться. Ну, вот так же можно куколки поделать. Ну, здесь уже кому что нужно, да, потому что куклы... Ну, первоуровневые отсюда, как по мне, смысла нет набирать, чтобы их покрафтить во второй уровень, потому что вероятность там очень маленькая и такое, ну, талисман... Ну, осколок талисмана Острова Ада, по-моему, дороговато отсюда, получается, забирать он на рынке дешевле лежит. Всякие вот LAS, если вам необходимо, можно позабирать, в принципе, ценник куда бы, куда ни шло. Вот, ну и все. Пока что это все акции, которые нового пока что показала. Будем ждать все остальные. Там еще штуки, четыре акции всяких разных должно подъехать. Все. Огромное спасибо за просмотр. Совсем скоро увидимся в следующих роликах, а точнее уже через несколько часов. Так что ждем, смотрим, изучаем. Продолжение следует...